В нашем городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. В честь торжественной даты в муниципалитете провели разнообразные патриотические мероприятия – концерты, мастер-классы, флешмобы, акции и квесты. Главное действие развернулось в Центре культуры и искусства «Спутник». Здесь прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов ЦКИ. Его зрителями стали неравнодушные к судьбе своей страны жители нашего городского округа. Организованно, друг за другом, строго соблюдая дистанцию, ребята поднялись на сцену, держа в руках бережно свернутый стяг. Зрители встали дружными аплодисментами, поддерживая серьезный настрой спортсменов. Мгновение – и флаг развернут на сцене. Овации смолкли. В зале торжественно зазвучал гимн России. Глава городского округа Александр Баранов обратился со сцены Центра культуры и искусства «Спутник» с поздравительной речью, в ходе которой он затронул историю появления российского флага и отметил, что именно в это непростое время гражданам нашей страны есть на каких примерах воспитывать и поддерживать патриотизм. Сейчас нам есть чем гордиться. Именно вот в этот период, когда проводится специальная военная операция, именно сейчас наши жители, уже граждане Российской Федерации Донбасса, кто получил паспорта, они принимают флаг Российской Федерации уже как свой. Наш российский флаг, он должен быть как символ победы. Символ победы над злом, символ победы над фашизмом, над нацизмом за освобождение наших, наших славянских народов, наших русскоязычных, тех, кто хочет жить по правде. Сегодня мы должны объединиться именно под нашим флагом. Объединиться под флагом, который олицетворяет и свободу, и независимость, и, самое главное, готовность прийти на помощь любым государствам, которые хотят жить по правде, жить свободными. По окончании речи руководителя муниципалитета на сценическую площадку ворвались воспитанники творческих коллективов. Это ребята из заслуженного коллектива Приморского края, образцового ансамбля «Ариэль» руководитель Жанна Гугушвили и образцового ансамбля танца «Граммония» руководитель Надежды Лагунова. Четкие ритмы музыкального произведения, оточенные движения артистов поддержали необходимый настрой, созданный в начале мероприятия. Патриотический флешмоб не оставил ни одного равнодушного зрителя. Собравшиеся поддерживали выступающих аплодисментами, размахивали шариками и другой, стилизованной патриотической символикой. Присутствующие от души поддерживали танцоров. Затем на сцену вышли вокальные коллективы Фокина, ансамбль «Услада», солисты народного хора «Казачья воля» Олимбай Матикубов и Алексей Чусовитин, солистки заслуженного коллектива Приморского края, народного вокального ансамбля «Свой стиль» Мария Зварыч и Галина Песоцкая. Часто происходит, что песни пишутся специально, по случаю знаковых дат и становятся гимнами того или иного праздника. Но день российского флага – это случай, когда нет необходимости сочинять что-то дате, ведь о нашей стране сложено великое множество замечательных песен. Именно их и спели наши уважаемые вокалисты. Их репертуар был пропитан любовью и уважением к стране и месту, где мы живем и трудимся. Концерт закончился, но эмоции надолго останутся в памяти и артистов, и зрителей. А по-другому быть и не может. Хорошее долго помнится, и его хочется повторить. «Хорошо дети выступили, хорошо коллектив выступил. Я вообще люблю эти мероприятия, поэтому с праздником всех поздравляю здоровья, счастья, любви». «День российского флага – это значимый праздник для всей России, конечно же, и для юноармейцев. Вот уже несколько лет мы ездим в часть на день флага, поднимаем флаг вместе с военнослужащими. А сегодня вот мы пришли на флешмоб, чтобы вместе развернуть флаг Российской Федерации. Ну, конечно, на концерт это вообще замечательный концерт был. Спасибо огромное. Детям очень понравилось». «Мне очень понравилось. Было очень много хороших песен, посвященных Родине. Для меня это прежде всего моя Родина, и я отношусь к ней с любовью. Нашу Россию никак не побороть. Она сильная и могучая, великая. Так было с древних времен, и остается так же и будет такой же сильной, как и сейчас».